Одна из хрестоматийных работ, представленных на выставке Розмари Трокель, это, безусловно, рисующая машина 1990 года, в которой художница исследует несколько тем, актуальных как для нее лично, так и для современности вообще. Прежде всего, безусловно, это феминистская проблематика. Какова роль женщины в искусстве? И когда Розмари Трокель начинала свой творческий путь, а это 80-е годы, то на арт-сцене главную роль играли мужчины. Герхард Рихтер, Йозеф Бойс, Георг Базлиц и другие. Когда Розмари Трокель говорит об этих важных темах, она никогда не уходит в сухую догматику. Всегда ее работа содержит в себе живую силу иронии. В частности, когда мы смотрим с вами на этот объект, у нас возникает ассоциация с ткацким станком. Нечто, что повторяет монотонную работу механически. Такой удел женщины в искусстве, согласно стереотипам и клише, навязанным обществом, художница иронично и очень тонко пересмысляет в своем механизме. К тому же, Розмари Трокель поднимает вопрос уникальности и репродуцируемости в искусстве. Сама суть машины говорит о цикличности и повторяемости действия. Однако, эта машина произвела всего лишь семь отпечатков рисунков, и не одним больше. Зритель ожидает увидеть механизм в движении, однако воле художницы, он обречен на неподвижность. В этой работе определенно есть что-то жуткое и пугающее. Насколько тесно соседствует механическое с биологическим. Художница материально присутствует в этой машине через кисть с прядью собственных волос. Однако, эту кисть найти довольно сложно среди 55 кистей с волосами других художников и художниц. Возникает ряд вопросов, на которые сложно дать однозначно верный ответ. Что в этой цепочке является предметом искусства? Сама машина, отпечатки, которые она создает, действо как процесс, или же рисунки, больше похожие на причудливую вязь каллиграфии, мы должны концептуально связать с самими художниками, которые присутствуют здесь вполне материально.